Слава Иисусу Христу! Слава налеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех вас из Киева. И здесь, в Киеве, проходят богослужения, разные церкви, конфессии, динаминации славят Господа Иисуса Христа. И сегодня провозглашается вера Христова здесь, на дорогах Днепра, и луна льется до песни Иисусу Слава. И здесь, в этой каплице Иосифа Прекрасного, я буду проповедовать молиться в субботу, каждую субботу с 9 утра давайте. Приглашаю всех вас на молитву. Кто сможет приезжать позже. И здесь место небольшое и очень удобно как раз для общения. Отец Сергий, который уже проводит здесь богослужения, собрание такие проводят, он сказал, что здесь очень такое место, во-первых, промоленное уже, намоленное, во-вторых, удачно для такого общения, когда небольшие группы собираются верующих, или один на один есть возможность исповедоваться, покаяться в чем-то консультировании, как говорят, еще провести, помолиться об освобождении, о здоровье, исцелении. Слава Богу! И пусть Господь Бог вас всех благословит во имя Иисуса Христа. Здесь проходит богослужение, и вообще, я думаю, что очень такой хороший пример верующих разных церквей, разных конфессий и содружества, сотрудничества, то, что я сегодня увидел, мне это очень даже по сердцу, очень мне это нравится, и очень близко это. Слава Богу! Благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Благословляю благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Я думаю, что здесь мы как раз тоже совершим, по субботам будем совершать и причастие Евхаристию, поэтому приходите вот и с Елеем, по Мазани Елея, с причастием целой хрени Христа, с рассуждением и Слово Божьего. Здесь вот Евангелие такое, на престоле, на Евангелие. Вот со сверху тоже, да, замечательно. Слава Богу! Вот православное служение, оно очень красивое. Кстати, православное служение, это признают, ну, я так думаю, больше или меньше, но все признают сегодня. А в христианстве самое, наверное, красивейшее служение. Даже когда вот князь Владимир там решал, какую же религию избрать, то когда прибыли его гонцы, вот эти послы, то они были и в той религии, и там, и в той, как бы, крыльях христианства в западном и восточном. И когда они прибыли с Востока, с Константинополя, то они сказали такие слова, что мы не знали, где мы были, на небесах или на земле. Настолько их шокировало, настолько произвело на них такое неисплодимое впечатление, такое восточное православное Богуслужение. И даже в учебниках по литургике обозначено, наших православных учебников обозначено, что в основе православной литургии храмовое служение Иерусалимского храма, первое, что положено, а второе, это синагогальное древнее служение еврейского народа. Вот с этих двух источников проистекло и православное Богуслужение. Просто со временем оно просло разными другими традициями, разными другими языческими, наносными такими языческими всевозможными обрядами, церемониями и прочее. Но знаете ли, сам костяк, он очень даже древний, на самом деле, времен еще храмов, вот тех, первого и второго храма. Вот, и это очень интересная тема, очень важная тема. Я думаю, что сама литургия, как раз мы с Отцом Сергеем поговорили над тем, чтобы сделать укороченный такой вариант, чтобы было приемлемо для всех верующих, так чтобы это было и коротко, и емко, и понятно для всех, и сохранилось вот это древнее, вот это вот стержень сам этот, выявился как бы. Пусть Бог во всем благостовит, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.